Добрый день, уважаемые дамы и господа, с вами Константин Белый и наша рубрика Доктор Баня по Белому. Сегодня поговорим о том, где можно разместить баню в доме. Об этом спрашивают многие, интересуются, потому что не у всех большие участки, относить баню далеко от дома тоже не каждому хочется, потому что ходить до бани или после бани в дом уже не каждому приятно, особенно в непогоду. И, что немаловажно, у некоторых домов позволяют по площади, по своему объему сделать баню в доме. Насколько, спрашивают, это комфортно, насколько это генично, насколько это безопасно, как это вообще технически сделать. Ну, технически давайте мы с вами будем рассматривать, ну, как вам сказать, не будем рассматривать саму техническую, как устроить в доме баню, потому что это нужно конкретно брать каждый проект и в него врисовывать баню. Это очень дорогое удовольствие, это очень небыстро, это нужно с каждым конкретным заказчиком. Заказчик должен заказать свой, своего рода проект. Но обрисовать моменты, которые нужно учесть при устройстве бани в доме и где ее можно делать. Баню можно делать везде, ее можно делать на этаже, ее можно делать в подвале, ее можно делать на крыше. Ну, кто-то возмутится, как это так, ну, в подвале баня, как там быть с той же водой, все, никаких проблем. Сейчас шикарные дренажники есть, делается дополнительная канализация, от которой все, вот эти дренажники, все это выкинуты, без всякого. Есть возможность под крышей, можно под крышей. Кому-то тоже это покажется идея странная, но я не вижу ничего странного. Я тоже у себя хотел под крышей сделать баню, сделал оранжерею, сделал место, но у меня жена его забрала под свои нужды. Ну, что ж, баня так и осталась у меня в конце участка. Ну, буду ходить пока, но вообще, может быть, со временем все равно сделаю баню в доме. Вот, тем более, что у меня есть возможность и в подвале местечко выделить. Сейчас, как только докопаюсь до нужных высот, посмотрю, может быть, решу по ходу. Сложного ничего нет. Технически выполнить при нынешних материалах не представляется возможности. Что нужно учесть? Некоторые говорят, о, дом сгниет. Да не сгниет дом. Чего это у нас сгниет? Ну, вы же пароизоляцию в состоянии сделать. Вентиляцию в состоянии сделать. И обязаны сделать, поскольку без вентиляции у вас не будет хорошей нормальной бани. Без вентиляции вы не сможете даже дышать в бане. Плюс тому, что именно за просушку бани отвечает вентиляция и только вентиляция. Не верьте никому, что просушка происходит при нагреве бани. При нагреве бани у вас просто-напросто происходит что? Изменение процентного соотношения паров к воздушной среде за счет повышения температуры. Как только температура назад упадет, у вас вся эта влага выпадет конденсатом. У вас сразу влажность будет под 100%. Чтобы этого не было, нужно вентилировать, брать более сухой воздух, наружный. И подогревая его, он будет забирать эту лишнюю влагу и уходить уже пересыщенным. За счет того, что он будет, когда он нагревается, он становится меньше процентов у него воды. И он начинает усиленно поглощать водяные пары. И за счет этого вы высушиваете. Это вот такая самая простая физику. Возьмите, посмотрите, там все это описано. Что еще главное при создании бани? Конечно же, канализация. Без канализации куда вы воду денете? Нужно учесть канализацию. Я же говорю, никаких сложностей. Если у вас канализация в доме находится выше, есть дренажники, есть все, что необходимо, насосы. Все можно это организовать. Не забыть, конечно, и о гидроизоляции. Потому что мы будем лить воду, чтобы она никуда не проникала. Нужно сделать хорошую гидроизоляцию на полу. Сделать лучше всего, положить плитку. Это шикарно просто. Хотите ходить в тапочках, в тапочках. Там сделаете теплый пол, будете ходить босиком. Сделаете на плитку решетки, будете ходить по решеткам, по деревянным решеткам. Никаких проблем. Конечно же, теплоизоляция. Для того, чтобы не перегревать конструкцию дома. Для того, чтобы не терять это тепло. И реально у вас все будет просто шикарно. Но, если вы делаете электрическое, то дымоход не нужен. А вот если вы ставите любую печь в путь, то это будет дровяная, будь то газовая. Вам нужен будет дымоход. Без дымохода вы никак не обойдетесь. Как правильно устроить дымоход? Это тоже давайте разбирать в конкретных случаях. Общие вопросы у нас есть. Вы только заходите на наши каналы. На наших каналах есть уже практически все, о чем я говорю. Это чаще я даже больше повторяюсь, отвечая на те вопросы, которые для вас являются слабодневными. И, о чем нельзя забывать, это о противопожарных мероприятиях. О том, чтобы соблюдать противопожарные нормы при строительстве, особенно при устройстве дымохода и силовой проводки. Остальное, по большому счету, ничего не дает никаких там возгораний. Вот самое главное. Дымоход и электрическая проводка. Это то, что может в любой момент вам подвести вас. Вот это так вкратце те вопросы. По отдельным вопросам, я же говорю, вы обращайтесь, мы поможем. Но только знайте, мы помогаем конкретно тем объектам, которые мы работаем. Если кто-то у вас работает, мы никому дорогу не переходим. И не занимаемся инспекцией других работ. Мы можем только подсказать, на что обратить внимание. Это можем. Но чтобы, если вы, как некоторые говорят, я вот нанял людей, придите и скажите, что они делают не так. Знаете, вот этим я заниматься не буду. Поймите меня правильно. И самое главное. Не нажимайте на меня. Если вы меня не наняли, не надо меня заставлять давить на какую-то там жалость, что мне что-то не так сделали, помогите переделать. Ну, я уже заплатил, я уже никому платить больше не буду. Любая работа оплачивается. Имейте это в виду. Пока у меня все. Всего вам доброго.